Доброе утро! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели» в студии Руслан Жукаев. Крачаев Черкесии Рашид Тимрезов на этой неделе подписал указ об усилении ограничительных мер. На совещании с членами Оперштаба и глав городов и районов Рашид Тимрезов озвучил принятые решения, направлены на недопущение дальнейшего распространения инфекции для сохранения здоровья и жизни граждан республики. Итак, со 2 ноября у школьников в Карачаево-Черкесии начинаются двухнедельные осенние каникулы. Рекомендовано также и студентов, вузов и СУЗов временно перевести на дистанционное обучение. Со 2 ноября всем работодателям необходимо организовать перевод не менее 30% работников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. При этом для лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. Также на 2 недели включительно приостанавливается деятельность залов торжеств, организация свадеб корпоративных и иных массовых мероприятий. Именно такие мероприятия не раз становились очагами распространения болезни. Глава поручил Минздраву обеспечить выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным. Также поручил увеличить количество рейдов в общественном транспорте. Хотя на протяжении последних нескольких недель мы видим такую некую стабильность, но все равно и выявляемость высокая, ежедневный прирост от 85 до 90 человек, это очень много. Это в принципе то, что у нас было в мае-июне текущего года, когда мы впервые с этим столкнулись. Ну и в принципе цифры достаточно высокие, общее количество заболевших растет во всех, без исключения городах и районах. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной во всем мире, поэтому Роспотребнадзор России ввел всеобщий масочный режим. Обязательное ношение масок в общественных местах. Какова ситуация в нашей республике и какие меры принимаются по недопущению распространения заболевания, рассказали на брифинге в Роспотребнадзоре. Альбина Ламкова продолжит тему. Теперь по всей России граждане должны надевать маску при входе в лифт, общественный транспорт и такси, при нахождении на парковке, а также в местах массового пребывания людей, где одновременно находится более 50 человек, чтобы не допустить распространения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Масочный режим, я имею в виду в нашей республике, он и был введен, и не отменялся. С мая месяца указом главы нашей республики, Рашид Борисбеевича Тимрезова, он является руководителем регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. И я, как главный государственный санитарный врач, уже вот сегодня внес предложение, и он должен принять решение по усилению мер безопасности и ограничительных мероприятий на территории нашей республики. О ношении масок в общеобразовательных учреждениях и детских садах главный санитарный врач Карачаева-Черкесии сказал обязательным для учителей, воспитателей и другого персонала, но по желанию самим школьникам. Начиная с директора школы, либо директора детского сада, заканчивая охранником, весь персонал должен на рабочем месте быть в маске. То, что касается школьников, это норма рекомендательного характера. То есть, если родители считают необходимым, а я считаю, что это нужно, отправить ребёнка в школу в маске, они должны это сделать. Работодателям необходимо ответственно выполнять рекомендации по профилактике коронавируса среди сотрудников, а также обеспечить полный комплекс профилактических мероприятий в организациях, отметили в Роспотребнадзоре. Изменилась и сумма штрафов в связи с новым постановлением о вводе обязательного ношения масок в общественных местах. Соответственность очень серьёзная. На граждан предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 50 до 150 тысяч, то, что они не соблюдают установленные требования по масочному режиму, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч. Протоколы по данной системе будут составлять сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии рассматривать эти дела суды. На сегодняшний день проблем с тестированием на ковид нет, сообщили на брифинге. В два с половиной раза больше, чем не в среднем по Российской Федерации, но минимальная планка. Хочу сказать, что по Северо-Кавказскому федеральному округу больше нас не делает никто тестов из расчёта на 100 тысяч населения, даже Ставропольский край с его мощной лабораторной базой. В заключении главный санитарный врач Карачаева-Черкесии не стал прогнозировать ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. Давать их невозможно, так как болезнь на конце не изучена. Все надеются на лучшее. Единственное, обратил внимание на необходимость вакцинирования против гриппа. Впереди зима, и в любом случае в этот период наблюдается рост сезонных заболеваний с вытекающими последствиями. А сделанная прививка поможет справиться с простудой без осложнений. Сергей Бескокотов также добавил, что когда вакцина от коронавируса поступит в республику, то прививку будут делать на добровольной основе. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В парламенте Карачаева-Черкесии состоялась очередная 16-я сессия. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Внесены изменения в закон о республиканском бюджете на 20-е и на плановые 21-е и 22-е годы. Установлена величина прожиточного минимума пенсионеров Карачаева-Черкесии на следующий год в размере 8 920 рублей. Депутаты парламента внести изменения в закон об ограничении на территории республики розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и об административных правонарушениях. Спикер Александр Иванов в связи с распространением инфекции COVID-19 призвал депутатов быть в тесном контакте с жителями республики по вопросам взаимопомощи, продолжать вести разъяснительную работу среди населения по соблюдению всех мер безопасности. Давайте призывать соблюдать масочный режим на своих территориях, в своих округах, по возможности помогать врачам, тем людям, которые непосредственно занимаются сегодня, плотно столкнулись и продолжают рисковать своей жизнью ради нас же с вами. Поэтому, коллеги, очень большая просьба быть сегодня в некотором смысле на передовой. В Карачаево-Черкесии возобновил свою работу ковид-госпиталь на базе республиканской клинической больницы, который находился в резерве. Госпиталь рассчитан на 80 мест, и за время работы в летний период он показал хорошие результаты по лечению ковид-пациентов. Смотрите подробности. Госпиталь на базе республиканской больницы без преувеличения можно назвать одним из многопрофильных. Сюда привозят пациентов с сильными осложнениями и сопутствующими заболеваниями, что значительно усложняет процесс лечения больных. Уже пять суток госпиталь принимает зараженных со всей республики. 22 числа госпиталь работает в полном объеме. Наш госпиталь рассчитан на 80 коек, в том числе реанимационные койки. Значит, госпиталь оснащен, весь коечный фонд оснащен кислородными точками. Имеются в полном объеме аппараты искусственной вентиляции легких для инвазивной терапии и для неинвазивной терапии. И плюс для тех больных, которые не нуждаются в аппаратных методах протезирования дыхания, имеются кислородные точки каждой койки. Зачастую в тяжелом состоянии в госпиталь попадают люди с хронической сердечной и почечной недостаточностью, сосудистыми и другими заболеваниями, которые могут усугубить состояние больного. Наша больница имеет в своем составе региональный сосудистый центр, куда везут всех пациентов со всей республики с подозрением на острую сосудистую катастрофу. То есть это больные с инфарктами, с инсультами. И достаточно часто случается так, что у больного параллельно с какой-то сосудистой патологией, острой, выявляется ковидная инфекция. Поскольку всем пациентам, которые обращаются к аппаратной помощи, у нас в больнице выполняется компьютерная томография грудной клетки, то выявляемость, естественно, достаточно значительная. Конечно, даже в обычное время не всегда хватало высококвалифицированных кадров, но опыт первой волны показал, как правильно регулировать процесс распределения кадров, и это дает свои положительные результаты. В составе кадров нашего госпиталя имеются специалисты соответствующих профилей, в том числе кардиологи, неврологи, хирурги. То есть это те основные специальности, пульмонологи, естественно, само собой. Те основные специальности, по которым и идет вопрос лечения сопутствующей патологии. Не только основные, но и сопутствующие патологии. Поэтому в этой ситуации больные оказываются достаточно в контролируемой ситуации, когда сопутствующая патология вся находится под контролем у врачей. Несмотря на принимаемые меры системой здравоохранения, главной защитой от COVID-19 является личная ответственность граждан и соблюдение всех рекомендаций Министерства здравоохранения. Руслан Жукаев, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия. Сейчас время рекламы, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Фонд Академия российского телевидения проводит финальные мероприятия 19-го Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭПи-регион». Нальчик. Церемония награждения финалистов конкурса. Калуга. Заключительный этап конкурса. Церемония награждения победителей. Подробности на сайте www.tepi.ru Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что сегодня на тренировку. Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь позаводь. И не забудь позаводь позаводь. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Уважаемые граждане, а вы чего не делали? Добро пожаловать. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Занятость молодежи, развитие инфраструктуры, контроль строящихся объектов. Такие задачи ставит перед собой новый мэр Карачаевского городского округа Альберт Доттаев. Как изменится в ближайшее время облик Карачаевского города Карачаевска и не только узнавала Алла Качиева. Работа на развитие. Главный ориентир нового мэра Карачаевского городского округа Альберта Доттаева. Стабилизация бюджета, уменьшение расходов, увеличение доходов – одна из главных его задач. Надо увеличивать доходы, сокращать расходы. Но расходы надо сокращать таким образом, чтобы ничего не пострадало. Поэтому надо думать и крутиться, как всё это сделать так, чтобы и город жил обычной жизнью округ, чтобы всё убиралось, строилось, держалось в порядке, чтобы дети были накормлены, школы работали, отапливали, садики и так далее. Локомотивом развития Карачаевского городского округа должен быть туристический бизнес. Известные всесезонные курорты Домбаи и Тиберда будут обустраиваться. Земли округа, находящиеся в аренде и не использующиеся по назначению, будут изъяты. Хочу обратиться, пользуясь вашим телевидением, к тем, кто работает на Домбае. Значит, любые стройки на Домбае, любое выделение земли будет запрещено. Не знаю, насколько это обрадует народ, но мы не дадим больше разрешения на строительство, пока не освоим то, что уже строится, то, что недостроено. Потому что сегодня возникают вопросы, надо провести газ на Домбае. Даже вот недавно были у меня люди, негде провести электрический кабель. Будет проводиться мониторинг гостиниц, кафе и других объектов. Что касается незаконных построек и неуплаты налогов, то по ним будут также приняты жесткие меры, заявляет мэр. Составим перечень всех объектов, гостинств, кафе, которые там работают. И дадим им оценку в плане того, что кто из них работает, платит налоги, не имеет задолженности за землю, за имущество, налоги. Кто из них работает по серой схеме, а кто вообще нигде ничего не показывает. Мы их поделим на белых, серых, чёрных, так сказать. Ещё одно стратегическое направление – улучшение существующих и создание новых комфортных общественных городских пространств. Альберт Доттаев пообещал продолжить возведение социальных объектов и остановить хаотичную застройку. Мэр предложил продумать предпринимателям новый вид коммерческой деятельности. В Карачаевске первое, вот у нас есть несколько больших домов, которые 20 лет не строятся, и у них практически нет перспективы достроить. Они будут снесены. Те, то, что долго строятся, даже небольшие, отдельные там пристройки, стройки, с ними будем разбираться. То есть хозяева должны ли достроить или снести. Внешнему виду города, особенно в части дороги, проезжающей на Дамбай, Тиберду, там будут ужесточены требования архитектурные. Ну, то есть город внешне должен украшаться. Есть старые дома, по ним отдельно мы будем решать, как внешний вид их привести в соответствующую норму. Внешнее и внутреннее содержание Карачаевского округа сегодня особо волнует градоначальника. Это и состояние домов, чистота и благоустроенность дворов, улиц, качество дорог, состояние парков и социальных объектов. Что касается строек в Карачаевске, больше хаотичных строек не будет. Больше в Карачаевске, хочу жителей предупредить, магазины строиться не будут. Строите все, что угодно душе, чтобы это была польза и для вас, дорогие сограждане, и для нас. Строите цеха, стройте всякие развлекательные вещи, чтобы это приносило пользу и городу, и вам. Но магазины городу пользу не приносят. Должны быть такие построенные объекты, где вкладывается труд. Эстетический вид города в ближайшее время будет приведен в порядок, обещает мэр Альберт Доттаев. Расположенный на берегах рек с численностью в 21 тысячу человек, Карачаевск можно по праву назвать одним из красивых и молодежных городов. Также центром науки. А самое главное, он открывает ворота курортной зоны для туристов, приезжающих в Карачаево-Черкесию. Алла Качива, Расул Вердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сначала штраф в 500 рублей, а затем автомобиль лишается номеров. Такая участь ожидает тех, кто вместо бензина ездит на газе, но не зарегистрировал газовое оборудование. Вопрос изучал Руслан Каркмазов. И вот его специальный репортаж. Знакомьтесь, Руслан Тухтаулов. Его автомобиль уже три года ездит на газе. И это в два раза дешевле, чем на бензине. Самое главное, Руслан не боится встретить полицейских, потому что он официально оформил газобаллонное оборудование и может предъявить документы. Вот особые отметки, там написано. Газобаллонное оборудование. Все, да, вот видно. То есть, получается, вы получили документы, вам поставили этот штамп, отметки и все, теперь вы можете ездить спокойно. Спокойно, да. И штрафы не платите. За отсутствие документов на газ штраф 500 рублей. Можно, конечно, улыбнуться полицейскому и сказать великодушно. Выписывайте протокол, чтобы заплатить штраф со скидкой 50%. Но в случае с газом штрафом не отделаешься. Газобаллонное оборудование надо либо демонтировать, либо узаконить. А если это не произойдет, то салам алейкум, эвакуатор. Но более официально будущее штрафника озвучил капитан полиции Ибрахим Токов. Первый пост ГАИ, который останавливает данное транспортное средство, проверяет его по информационно-справочным учетам. Сотрудники ГИБДД устанавливают то, что регистрация данного транспортного средства прекращена. Изымают у него свидетельство о регистрации транспортного средства и госрегистрационные знаки. Полицейские честно признали, что у них нет таланта ванги, и из потока вычислить автомобиль с газом они не сразу могут. Но все делается наугад. Вот остановили. Открыли багажник. А там не баллон, а теплоодеяло. Народу кажется, что полицейские из потока высматривают бюджетные автомобили, чтобы штрафовать бедных водителей. Но капитан полиции Арсен Адамоков опроверг этот миф, потому что богатые тоже устанавливают газ. А в вашей практике какая самая дорогая машина была, где вы обнаружили газ? BMW X6. А вас это удивило как простого человека? Нет, не удивило, потому что он действительно влияет на расход. Это действительно экономично. Это означает, что человек дорожит своим заработком, он пытается экономить. Чтобы не иметь проблем с законом, надо прежде всего газ на автомобиль устанавливать у официальных мастеров. Вот куда приезжают наши земляки. Трасса между Черкесском и Ставрополем, село Кочубиевское. Начальник мастерской Юрий Шелухин встречает с улыбкой не только клиентов, но и всех контролирующих товарищей. Как я могу узнать, вы настоящий мастер или все-таки контрафактный? Ну, на меня посмотрите, я настоящий, живой. У нас есть уголок, где висит наш сертификат. То есть, получается, ваши документы признаются сотрудниками полиции? И вот Юрий Николаевич с гордостью показывает все документы. Он работает официально. А вот установка газобаллонового оборудования сколько по времени занимает? Вот приехала к вам машина и уехала по времени? Ну, это часов шесть. Также его мастерская официальный представитель итальянской газобаллонной компании. Ну, итальянцы, как бы, являются лидерами рынка на сегодняшний день. Чтобы ездить на газе, надо заплатить от 27 тысяч рублей. И это сразу купается. Поэтому автовладельцы массово переходят на итальянское оборудование. Вот приехала сегодня абхазская машина. За итальянским газобаллоном оборудования вместо запаски будет установлен баллон. И после монтажных работ абхазская машина заговорит с итальянским акцентом. Юрий Николаевич рассказал нам, что жители Карачао-Черкесии приезжают за газобаллонным оборудованием всей роднёй. Один установит газ и тут же за такой выгодой устанавливается очередь из братьев и друзей. Кто когда-либо поездит на газу, на бензине уже ездить не будет. Если с документами всё в порядке, как у Руслана Тухтаулова, то с гордо поднятой головой можно заправляться газом и не озираться, опасаясь, что полицейские всё видят. Кстати, раньше в Карачао-Черкесии владельцы премиальных иномарок газом заправлялись тайно и по ночам, потому что стеснялись своей экономности. Но сейчас всё по-другому. Представитель автозаправки Макс Энерджи Курман Агирджанов подчеркнул, что богатые теперь гордятся своим умением экономить. На отечественной не может себе позволить оформить газ, то на иномарках они все оформлены, со всеми документами. То есть экономить на топливе – это не признак того, что ты плохо живёшь, это признак того, что ты смог себе это позволить. Да, да, да. Богатые не только уже не стесняются заправляться газом, но даже просят скидочные карты на газ. По этим картам рубль с каждого литра на газе. И скидочная карта на газ нынче – это престижно, как новейшая модель айфона. Никто не стесняется, а газобаллонное оборудование вызывает гордость за свою финансовую грамотность. Руслан Гуркмазов, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Отдел культуры города Карачаевска проводит много мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений, о значимых событиях в культурной жизни Карачаевского городского округа и об их подготовке вестям рассказал гость нашей программы, начальник отдела культуры администрации Карачаевска Шамиль Хубеев. Здравствуйте, Шамиль Магомедович. Расскажите, пожалуйста, о том, какие мероприятия, направленные на поддержание межэтнических и межнациональных отношений, проводятся с отделом культуры. Ну, согласно годовому плану работы отдела культуры, заложены ряд мероприятий, и не только самим отделом культуры, но и совместно с отделом образования, с отделом по туризму и молодежной политике. В этом году были проведены такие мероприятия, как «В семье единой», это совместно с управлением образования, причем ежегодно это фестиваль идет, каждая школа берет одну из народностей, национальности, и готовит полностью на 40 минут представление об этом народе. Помимо этого, вы были на отчетных концертах, постоянно изучаем жизнь и быт народа. Во-первых, надо сказать, что республика наша многогранная сама по себе, и то, что живут русские, горочаевцы, черкесы, казаки, абазины, нагайцы, осетины, греки, то есть это все народы, которые имеют такую многовековую культуру, и замечательно, что здесь, не выезжая с нашей республики, можно ознакомиться с культурой этих народов. Помимо этого, проводится работа нашей библиотекой на дне рождения юбилея поэтов Карачаева, Черкесии. Проводятся онлайн мероприятия, иногда встречи проводятся, но вы сами видите, что эта ситуация, с которой мы столкнулись с конца марта, идет, к сожалению, не дает возможность проводить масштабные мероприятия с участием зрителей. Но, помимо этого, наш округ, он принимает работников отделов культуры. В этом году мы успели обменяться опытом с работниками культуры Дагихабльского района, Абазинского района. Также, даст Бог, когда эта ситуация пройдет, мы постараемся познакомить и жителей города Карачаевска, и гостей, которые приезжают, в частности, я говорю про Тиберду, и Донбай, самобытная культура, и каждого из народов. В чем вы видите важность проведения таких мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений? Во-первых, что это нормально и так должно быть, жить в содружестве, как это было раньше, как и сейчас это все проходит. И дело в том, что народ должен знать свои корни, и утеря корней, она приводит к чему? К тому, что человек отрывается от принадлежности своей к тому или иному народу. Не зря же говорят «с молоком и песней матери». То есть песни — это язык, с молоком и матери — это традиции, обычаи, то, что определяют и принадлежность человека к тому или иному народу. Ведь традиции, они-то все древние, они все нужны, они все несут в себе именно воспитательную работу. А помимо этого, заложено с этой воспитательной работой, идет все-таки и воспитание любви к своей и малой родине, и, естественно, к нашей необъятной большой России. Так что я считаю, что уникальна сама по себе культура, и мы должны не только сами в своих округах знакомить людей со своей же культурой, должны выходить на другой уровень. Все-таки очень много. Я читал, что за этот год Карачаева-Черкесию посетило более 900 тысяч туристов и отдыхающих. И на сегодняшний день туризм, он приобретает совсем другие масштабы. Если лет 10 назад это было просто приехать, полюбоваться красотами, то на сегодняшний день туризм из себя представляет событийность. То есть людям уже недостаточно просто приезжать. Они хотят ознакомиться с культурой народов, которые здесь проживают. Потому что многие люди же, приезжая сюда, только сталкиваются с тем, что в республике есть многообразие культур, народностей. Да и каждая по себе несет большой пласт этого всего. Ну и прекрасно жить в республике. То, что, например, та же река Кубань. Сколько стихов песен у карачаевцев написано, сколько песен у казаков, у русских, у черкесов, у абазин-ногайцев. И это все из себя представляет, конечно, очень большой интерес. Я раньше говорил, что когда дети пьют молоко одной матери, то они и молочные братья. Мы все живем здесь, на берегах Кубани, пьем воду из одной реки Кубани. Так что это нас всех объединяет. И, как еще раз говорил, просто замечательно, что эти традиции, которые передаются из поколения в поколение, они только ведут на благо развития нашей республики, ну и страны в целом. Как отразилась пандемия коронавируса на работе отдела культуры и как поменялся формат проводивших мероприятий? То, как с этой ситуацией коронавируса мы не можем выйти на контакт именно со зрителями, с туристами. И приходится это все в сетях Instagram и WhatsApp, как я говорил, это выставлять. Но это, конечно, совсем не тот эффект, когда идет на ножевую. То есть, ну, мастер-класс, когда тебе показывают хореограф на месте, или ты смотришь с компьютера. Конечно, и не только в культуре, но видите, что и в образовании тоже столкнулось с проблемой. Вот с этим коронавирусом перенесли обучение детей на домашнее обучение. Но обучить ребенка в той же музыкальной школе на дому через Instagram – это очень сложно. И есть моменты, когда именно нужно присутствие именно преподавателя в данный момент. Без контакта этого, конечно, это все очень осложняет работу. Имеются ли в репертуаре ваших творческих ансамблей песни и танцы народов Карачаева-Черкесии? Да, конечно, есть и обязательное условие для каждого творческого коллектива иметь в репертуаре песни и танцы народов Карачаева-Черкесии. Но как это происходит, это не просто выйти, одеть форму того народа и станцевать танец или спеть. Фольклорный коллектив, которым я руковожу, народный ансамбль фольклорной песни «Алибек», имеет в своем репертуаре песни народов Карачаева-Черкесии и Северного Кавказа. Как это происходит? Вначале, чтобы сделать песню, надо в первую очередь ребят ознакомить с историей этого народа, с его самобытностью, рассказать историю написания песен. Чтобы человек, если мы поем на черкесском, на абазинском языке, на абхазском языке, грузинском, осетинском, чтобы в этот момент, если это грузинская песня, чтобы он вышел и пел, как грузин представитель. Если, естественно, черкесскую песню поем, чтобы каждый из них в этот момент прекрасно давал себе отчет о том, что он в данный момент представляет культуру этого народа, которую нельзя взять и сделать аранжировку на свой какой-то лад. Карачаевский и так далее. То же самое происходит и с танцевальными коллективами, что ребят вначале ознакомливают. Ознакомливают и с хореографией, и хореографией, так что все-таки это элемент невербального общения. И каждое движение там, оно из себя представляет определенный рисунок, о чем-то рассказывает. И когда, естественно, формы мы шьем, то хотим сделать все возможное, чтобы не упустить ни одного элемента, который присущ тому или иному народу. И все коллективы, которые у нас есть, они в своем репертуаре имеют в своем репертуаре именно песни и танцы народа в Карачаево-Черкесии. И нам очень приятно, когда нас приглашают на национальные праздники в другие районы. И я думаю, они тоже, им приятен тот факт, что мы приезжаем и исполняем именно песни их народа, на их родном языке. Спасибо, Шейн Магмедович, и до скорых встреч. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание. Удачного выходного дня. Субтитры подогнал «Симон»!